всем привет как всегда я благодарю всех тех кто пишет комментарии под моими роликами под нашими роликами с вами потому что мы делаем их вместе чем больше комментариев я читаю тем яснее для меня становится тема следующего ролика на самом деле хотя это не стол заказов у меня я не 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 принимаю пожелания поздравления и прочее проще проще но очень часто совпадает мнение пишущего комментарии с тем что мне нравится и эта пластинка есть у меня дома у меня их много поэтому группа которые называются в комментариях зачастую у меня дома есть некоторых нету например там группы white snake у меня дома нету группа ecdc у меня дома нету еще несколько позиций у меня дома нету но есть несколько тысяч тысяч несколько тысяч других позиций поэтому совпадение неизбежно и какие-то вещи я забываю просто забываю что пластинку не слушаешь там года два-три например потому что много других и постоянное обновление происходит еще вдобавок и вот кто-то пишет по какую-то группу и был бада у меня же она я же у меня же она есть давайте послушаем вместе так что полный вперед ну и конечно благодарю всех тех кто оказывает поддержку каналу используя инструкции которые написаны под каждым роликом это очень просто и тебе и мне приятно что называется вот про джаз хочу поговорить родилась такая фраза что дорога в джаз вымощена телами спившихся рок-музыкантов я подумал и понял что это какая-то чушь она мне смешно показалось это но не вспомни фразу из фильма одержимость да если ты не умеешь играть джаз и и игры иди в рок-группу ну это тоже это тоже немножко преувеличение конечно но в каждой шутке есть доля правды так вот дорогу в джаз для меня открыл как я уже говорил несколько раз об этом андрей свин панов лидер группы автоматического удовлетворителя и мой друг в прошлом хороший товарищ коллега сосед по купчинским домам мы общались очень часто очень интересно было очень здорово и с группой чикаго меня познакомил свин например он обожал группу чикаго собирал пластинки собственно через него я и полюбил через него я и начал любить потихонечку джаз чем дальше тем больше но вот однажды я пришел к андрюше и он говорит садись когда к тебе поставлю пластиночку ставит пластиночку и я падаю просто сразу со стула фигурально я не конечно не упал на пол но душа моя и разум упали потому что такого я еще не слышал вот говорят все говорят есть такая фраза приписываем продюсером западным а также радио диджеем что пластинку продает первые не помню сколько первые 10 секунд звучания продают пластинку это правда да если говорить о продажах если говорить о популярности то о продажах скорее всего это правда когда такой в общем человек не очень погруженный в музыку что-то там ставит какую-то песню она с первых секунд того зацепляет первые 10 секунд раз и он уже дальше слушает уже въехал эту штуку так вот пластинка который мне поставил андрюша вот это беликабом спектрум 1973 год если я не ошибаюсь она цепляет не в первые 10 секунд она цепляет в первые 2 секунды и таких начал как здесь я честно говоря не знаю нигде не на одной пластинке а я слушал много такого въезда такого начала мгновенного нет есть очень много хороших таких вступлений крутых которые завораживают сразу там аккорд какой-нибудь что-то еще какой барабанный брейк крик какой-нибудь но это не 2 секунды это все все равно немножко растянуто там как-то растянут раз на и вот 10 секунд в те самые 10 секунд которые диджеи радио диджеи обозначили как тот период времени который продает пластинку в 10 секунд до укладывается в 2 секунды в 3 секунды как здесь ни одна пластинка из тех кто я слышал не попадает вот этот самый квадрат квадрант фо первый номер он вот первые три секунды и все и ты уже фанат и ты уже эту пластинку любишь это дорогого стоит беликабом барабанщик как мы все знаем с вами да один из самых известных и в общем то как принято говорить самых лучших брат джазовых джаз роковых барабанщиков мира у него кстати день рождения в мае не помню какое число но где-то вот в этих числах где-то рядом играл он в группе махавишну оркестр до всем известны масса сольных пластинок играл много где приезжал в россию выступал на телевидении даже я видел с ним интервью и в этом интервью он даже играл на барабанах чем меня поразил несказанно потому что звук его барабанов его удары настолько мощные настолько зубодробительные как как там честер томпсон например ломовые совершенно удары а руки указан практически не не двигаются он играет спокойно вот так вот кистями пальцами но при этом звук выносит мозг как пуля просто такой ядреный но барабанщики меня поймут я не барабанщик но как бы я в силу опыта общения и количество лет я понимаю что звук барабана не и вот это вот это вещи конечно совместимые но вот это вот это шоу все на барабанах играть можно с адским звуком и вот так вот практически не двигая локтями там и и коленями в общем фантастический совершенно человек про соль на его альбомы я поговорю еще помимо спектрума хотя это самый известный его альбом и про него говорят что это вообще начало музыки фьюжен и биликабом чуть ли не основатель музыки фьюжен ну отчасти это верно но он конечно не является единственным основателем музыки фьюжен потому что сольный альбом выпустил уже после работы с махавишно окестр параллельно где-то точнее и и чикария и херби хэнкок и джон маклафлин и майлз дэвис это все с фьюжен один человек не создает стиль стиль создается сам по себе приходит время и он вырастает и есть фигуры которые его олицетворяют так вот помимо всего прочего что здесь есть здесь играет любимый многими фанатами группы дипе пол томми болин на гитаре естественно джоба намаса когда его спросили про томми более на он сказал что я послушал альбом спектрум а в частности композицию стратус первую на второй стороне и понял что томми болин это божественный музыкант совершенно его приход дипе пол это большой подарок для группы дипе пол это великолепнейший артист ну и квадрант фо с которого начинается пластинка он это доказывает сразу потому что первые секунды я уже сказал это адская игра кабама на барабанах включается ян ян хаммер на клавишах на синтезаторах и вот это вот вот это безумие барабанно-синтезаторная потом подключается уже бас все и при понеслась история в диком темпе она как-то вот так прямо прижимает сметает очень скоростное соло хаммера синтезаторная очень скоростной и она перехватывается гитарой болина в таком же бешеном темпе невероятное соло разрывающая просто мозг и думаешь как как человек с такой скоростью играет в семьдесят третьем году сейчас уже другие гитарные школы уже люди до тренируются уже там полет шмеля вовсю там прочее прочее сто тридцать вторые вышелами 64 а там просто вот так такого дал джазу в хорошем смысле слова но скорее даже рока потому что это эта пластинка она ближе она конечно джаз она конечно джаз но она с такими роковыми подпорками что это милое дело слушать любому фанату тяжелой музыки я скажу вам это просто кайф и это вот такая прямая дорожка в джаз потому что эту пластинку ты слушаешь она тебе нравится она понравится точно если человек любит рок-музыку она понравится точно по-другому не бывает ни разу не встречал человека который сказал бы что спектрум это вообще это такая туфта не бывает такую и прямая дорожка в джаз потому что джаза здесь много например после рокового квадранта с очень for the right до композиция коротенькая которая заключается в барабанном соло как бы мы умопомрачительным просто с дикой фантазией скоростью звуком звук потрясающего барабаном здесь и она плавненько переходит в спектрум а спектрум это в общем джазовое полотно достаточно такое с роковыми подпорочками как я уже сказал но в джаз соло на флюгельхорне соло на клавишах соло на трубе и все это в такой джазовый уже приятной окраски но но с роком все равно все равно и все равно качает все равно это не чистый джаз следующий номер anxiety тоже коротенькая барабанная такая интерлюдия и переходит она в тавриан матадор где уже понеслась телега разгоняясь превращаясь в паровоз превращаясь в поезд сапсан и превращаясь уже в в космическую ракету улетающую с дикой скоростью играют все и томми болин дает такого фьюжн-рока я бы сказал с педалью вау-вау со слайдом с поливами какими-то страшными и уже не понимаешь это что этот джаз или это рок или это что это или это джимми хендрикс забрел вместе с с этим самым неважно с ричи блэквар и раз этот самый вот матадор заканчивается переворачиваешь пластинку и начинается стратус стратус это все это уже взрыв мозга просто это кач на бас-гитаре на барабану барабана здесь соло здесь играет кабам от первой до последней секунды здесь барабана не играют нигде вот здесь идет сплошная партия многостаночная такая у кабама которая не мешает абсолютно музыке он автор всех произведений все на все расписано по нотам все написано все здорово и все на своих местах и всего очень много но это не обламывает это очень приятно слушать и вот в этом самом стратусе кабам в смысле болин уже дает просто какого-то космического гитариста просто космического и недаром джоба намаса сказал что стратус это одна из его любимых вещей тут тут просто клейма не где ставить произведение идет 9 минут 50 секунд послушайте оцените сами что такое гитарная игра в 1973 году и поймете почему томми болин пришел в дипе вул неудачная там была карьера достаточно у него но так сложилось бывает после стратуса to the woman in my life и ла лис две пьески собранных воедино они как бы одним одним номером идут начинается с красивого фортепиано а потом рон картер на акустическом басу и такая немножко латиноамериканская немножко джазовая чуть-чуть роковая пьеска просто надо передохнуть после стратуса который разломал вам все кости уже череп уже треснул глаза выпучились язык завяз в гортане завернувшись туда вот обратно потому что как так можно как так можно во первых сочинить эту штуку придумать а сыграть я уже молчу дальше идет snoopy search чудеса синтезаторного синтезаторных технологий я на хаммера и не понимаешь что ли эта группа хоквинт уже звучит то ли это ранний 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 правильный настоящий pink floyd то ли что но быстро все становится на свои места потому что начинается red baron последний номер и опять томи болин опять томи болин да кстати в этом самом в стратусе болин начинает перед тем как он заиграет упрощительное соло он играет такие ритмические штучки на гитаре то есть я обожаю хорошую ритм-гитару все ее любят нет человека который не любил бы хороший ритм-гитару и там болин просто он показывает что он может все он может все он прекрасный ритм-гитарист и соло-гитарист и вообще музыкант с большой звукой ну и red baron она такая крадущаяся краду крак радется музыка крадется но при этом тяжелый поступит край но крадется крадется и дуэт хаммера с болином с кабамом со всеми остальными музыкантами перекличка это волшебная музыка это действительно один из лучших альбомов если ведь о музыке фьюжен один из лучших в обязательном порядке его конечно иметь нужно если вы любите джаз-рок или рок или джаз или просто музыку вот так пошел пить пока